Здравствуйте! На канале ФКТ «Время новостей» в студии Инга Габешия. И в начале, коротко о некоторых темах выпуска. Об отключении электричества жители должны быть проинформированы за месяц. Об этом стало известно на планерном совещании главы курорта. В Сочи – второй город в стране по событийному потенциалу. На что в этом году стоит обратить внимание, рассказали туроператорам. За поддержку культурных инициатив в Сочи вручили ежегодную премию имени Петра Бажанова. Сочинские студенты смогут получать стипендию мэра. Почти 20 тысяч рублей Анатолий Пахомов пообещал самым умным и творческим. Половина губернаторских поручений выполнена. Такую статистику озвучили на часе контроля. Глава региона проверил, какие поставленные задачи выполнены, а какие нет. Подробности у наших краснодарских коллег. Каким будет на этот раз час контроля, не знал никто из участников совещания. Доклад начальника контрольного управления до последнего держится в строжайшем секрете. В нем все не выполнены поручения главы региона. Сегодня общей проблемой для всех муниципалитетов стал капитальный ремонт многоэтажек. Провели его еще далеко не во всех домах. Почему ремонта домов-то нет? Коллеги, я понимаю, что денег нет, дефицит. Но если деньги в фонде есть, а ремонта домов нет, тогда непонятно. Работы по 37 домам завершены. И всего 349 домов оставшихся будут завершены до 1 августа 2017 года. План капитального ремонта реализуется до 1 августа 2017 года. Жильцов этих многоквартирных домов понять можно. Когда они регулярно платили, а ничего все равно не делается, ничего не ремонтируется. Конечно, сложно будет уже других убить в том, что платить на ремонт дома нужно. Сегодня у людей каждая копейка на счету. Каждая копейка. И они хотят понимать, что если все-таки они с ней расстаются, то что они взамен получают? С главы Анапы Вениамин Кондратьев спрашивает за отсутствие тепла в домах. Новые многоэтажки сдали без подключения к теплосети. Люди, которые уже успели заселиться в квартиры, вынуждены обогреваться сплит-системами. В середине января эта ситуация просто недопустима, возмущается губернатор. Люди, которые сегодня мерзнут, они разбираться не будут. Они будут. Вообще разбираться не будут. И, понимаете, когда они уже замерзают, и их дети особенно, тогда они точно пойдут куда угодно. Это будет наша проблема. Если мы думаем, что нашу проблему до нас кто-то решит, то никто ее не решит, кроме нас самих. Поэтому давайте принципиально в этой ситуации разберемся. Принципиально. И доведем ее до логического завершения. В числе отличившихся и Абширонский район. Там целый ряд невыполненных поручений. Работы по берега укреплению сделаны только на бумаге. А единственный муниципалитет и спорткомплекс никак не достроит. История длится вот уже больше пяти лет. Последний обозначенный срок его сдачи в эксплуатацию был намечен еще на сентябрь прошлого года. Но объект был брошен на произвол судьбы. Из-за ветра и сильного снегопада купол в сооружении разорван. Теперь все осадки свободно попадают внутрь здания на окрашенные стены и пол. Андрей Тенчич, мне важно понять, что вы предприняли для того, чтобы этого не было. Чтобы купол, понятно, даже если он упал, его быстро поднять. Что-то вообще-то в районе поднимается что-нибудь или как? Сколько можно позориться с этим воздухоопорником? На тот момент, когда он был почти сдан, у него процент готовности был под 96. И то, что его не сберегли, у меня складывается впечатление, что это было сделано специально, чтобы не ввели этот объект, потому что он довольно-таки проблемный для бюджета. Готовьте рабочую поездку в Обширонский район. И там реально я хочу услышать все ответы на заданные сейчас вопросы. Андрей Тенчич, это не мне нужно и не краю нужно. Это жителям в первую очередь нужно Обширонского района. Детям нужно. А если детям нужно, значит сон должен был уйти давно уже, пока он не заработает. Как пульсирует жизнь в крае зависит от каждого участника сегодняшнего совещания, напоминает губернатор. От своих заместителей, министров, руководителей департаментов и глав муниципалитетов. Вениамин Кондратьев ждет конкретных предложений и решений той или иной проблемы. И в этом вопросе главное уйти от формализма. Не самое главное снять поручения с контроля. Самое главное снять проблему. Проблему, которая на самом деле существует. И я надеюсь, что не нужно здесь гнаться за тем, чтобы сроки, которые определены, были выполнены. Я готов сроки и продлить, если нужно. Но главное, чтобы проблема снялась. Еще раз подчеркиваю, не поручение снято было с контроля, а проблема снята с повестки дня. Проверка исполнения поручений традиционно проходит каждый месяц. Всего глава края уже дал почти полторы тысячи распоряжений. Половина из них выполнена. А значит, исполнительская дисциплина в крае налаживается, резюмировал губернатор. Мария Крошный, Денис Перец, Денис Маскаленко, Кубань, 24, Краснодар. Сегодня праздник у студентов и Татьяна. В этот день губернатор края Вениамин Кондратьев посетил Кубанский госуниверситет. Там планируют расширить так называемый бизнес-инкубатор. Это организация, которая поддерживает проекты молодых ученых и предпринимателей. От разработки идей до их внедрения в производство. Кроме того, Кондратьеву показали химические лаборатории и отделение робототехники. Талантливой молодежи, талантливых ученых в Кубанском госуниверситете очень много. Но здесь бизнес-инкубатор, вот эта площадка, должна позволить бизнесу найти талантливую молодежь, а талантливой молодежи найти бизнес. И вместе они должны дополнить друг друга, образовать тот союз, который позволит и науке развиваться дальше, и быть прикладной, и бизнесу получать максимальные прибыли от того сегмента экономики, в котором они находятся. На практике уже применяют сорбенты для анализа загрязнения воды и почвы. В России их впервые разработали сотрудники Кубанского государственного университета. Также здесь изобрели и новые методы определения допинга. Они в разы экономичнее и быстрее существующих способов. И к городским новостям. Об отключении электроэнергии в многоквартирных домах жители должны быть проинформированы за месяц. Более того, такое же извещение должно поступать главе района и в прокуратуру. Об этом стало известно сегодня на планерном совещании в администрации Сочи. Ну а обо всем по порядку. Елена Овсецина. Сегодня был представлен новый начальник управления по курортному делу и туризму администрации города. Им стал Сергей Домарат, ранее исполняющий обязанности начальника управления. Глава города отметил, что на специалистов этой отрасли возлагаются большие надежды. В первую очередь курортники должны оставаться довольны пляжами и мини-гостиницами, задача которых работать и в межсезонье. А сейчас курорт готовится к ряду международных мероприятий. Это и зимние военные игры, чемпионат мира по футболу и Кубок конфедерации. К 1 июня 72 улицы города будут проведены к единому архитектурному облику. Это ремонт домов и замена тротуарной плитки. А тем временем Госпожнадзор проводит массовые проверки дачных поселков и кооперативных комплексов. Причина тому – частые пожары. На сегодняшний момент на территории города Сочи у нас 23 пожара зарегистрированы. У вас есть сегодня факты, что горят там люди. Второе, вы сами увидели, что мониторинг показывает, что там газовые баллоны. Какие газовые баллоны могут вообще быть в гаражах? Ну а с другой стороны, опять же, полиция. Там же живут люди, неизвестные нам. Местных-то там практически нет. Это же в аренду кому-то сдается. И там живут в том числе и те, кто могут нам навредить. Как правило, причина пожара – некачественная электропроводка с замыканием в сети. Глава города потребовал от Кубаниэнерго привести электросетевое хозяйство в норму. Электропровода не должны провисать, трансформаторным подстанциям не должны быть пристроены магазинчики. А отключение электроэнергии можно производить только если жители, застройщика, главу района и прокуратуру известят заранее, за месяц до отключения. Чтобы было время решить проблему, если речь идет о долгах и не доводить ситуацию до критической. Предприятие «Сочи Автотранс» ждет масштабная проверка. Как выяснилось, МУП является убыточным, а погашать долги придется городскому бюджету, при том, что заполняемость городских автобусов до 40%. А водители рассказывают о маленькой загрузке. Доход от перевозок чаще попадает в их собственные карманы, а не в кассу, так как система обеличивания давно уже канула в лету. И заставить пассажиров взять билет сможет только появившийся на линии контролер. Одним словом, задача, поставленная главой города, сделать предприятие доходным. Проверки ожидаются и на ярмарках. По инициативе главы «Сочи» они были организованы для того, чтобы жители смогли купить товар от производителя. Фермеры приезжают на день-два, чтобы реализовать выращенное. А получается, что на ярмарках стоят перекупщики и, соответственно, цена на товар, что на ярмарке, что на рынке одинаковая, а где-то и больше. На рынке выполняются санитарные требования. Они обязательно содержат главного ветеринарного врача. Они имеют требования по санитарному состоянию и ярмарки. То есть затраты на рынке бешеные. Тем не менее, на рынке цены, о том, о чем я и говорил. Я же вам говорил тогда, что есть информация о том, что на ярмарках цены стали выше, чем на рынке. Такое положение вещей не устраивает. Анатолий Пахомов, он заявил, что раз ярмарка стала рынком, значит, надо оформляться как рынок, где должны быть более строгие санитарные нормы. Исключением, пожалуй, служит только ярмарка «Привоз» на Мацесте. Снова авария в Олимпийском парке в Адлерском районе. Вазовская пятерка столкнулась с BMW X5. Водитель погиб. Сообщение о ДТП поступило в полк ДПС в 20 часов 25 минут. По предварительным данным, водитель, управляя автомобилем ВАЗ при движении на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог, не уступил дорогу и допустил столкновение с BMW. В результате водитель ВАЗа получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался в больнице. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия. Продолжаем. До открытия Всероссийской недели охраны труда в Сочи остается меньше 80 дней. Все усилия организаторов сейчас направлены на то, чтобы сформировать максимально правильную программу, интересную для всех участников. В ближайшее время будет сверстан базовый план мероприятия недели 2017. Всероссийская неделя охраны труда вошла в число ведущих мероприятий. Форума в России является единственным по масштабам в сфере охраны труда. Важнейшим мероприятием, которое прошло в рамках недели 2016, стал молодежный форум. В России он проводился впервые и стал единственным отраслевым молодежным тематическим мероприятием в области охраны труда. Стоит отметить, что условия отбора участников в этом году немного изменились. В результате конкурса в Сочи поедут самые заинтересованные студенты, которые свое будущее связывают с работой в области охраны труда. Один из важных результатов недели – выработка обобщенного отчета с предложениями и рекомендациями. Этот отчет был представлен высшим должностным лицам и субъектам Российской Федерации. Ряд партнеров планируют собственные мероприятия в рамках Всероссийской недели охраны труда, в частности РЖД. Компания готова предоставить свои ресурсы, к примеру, свой выставочный пояс с экспозицией по охране труда, включая лаборатории, которые будут доступны для участников недели. Аналогичные проекты планируется сделать с энергетиками. Напомню, Всероссийская неделя охраны труда пройдет в Сочи с 10 по 14 апреля. Сочи – второй город в стране по событийному потенциалу. Такое решение было принято на прошедшем в Санкт-Петербурге шестом Евразийском ивент-форуме, в котором приняли участие более 400 экспертов турбизнеса из 12 стран. В исследовании событийного потенциала приняли участие 50 городов, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга. И Сочи в этом рейтинге уступил лишь Екатеринбургу. Действительно, Сочи благодаря олимпийскому наследию принимает десятки событий мирового уровня. Только сегодня в списке запланированных около 140 значимых мероприятий. Каких именно, сегодня представителям санаторно-курортной отрасли рассказали на специальной встрече в городской администрации. Одно из самых ожидаемых событий зимы – это всемирные военные игры. Они пройдут в Сочи с 24 по 27 февраля. В играх, которые называют мини-олимпиадой, примут участие спортсмены из числа кадровых военнослужащих из 40 стран. Вход на соревнования в ледовые дворцы Олимпийского парка и на объекты «Розы Хутор» свободный. Единственное, я хотел бы обратить внимание о том, что за подъемник, который будет на непосредственно место проведения соревнований, необходимо будет заплатить. Само же посещение соревнований бесплатно. В прибрежном кластере также бесплатно можно будет посетить в ледовом дворце «Айсберг» и в большой ледовой арене. Кроме того, в числе массовых соревнований с бесплатным участием – это празднование 500 дней до старта чемпионата мира по футболу. Большой праздник пройдет в эту субботу на площади у ратуши «Розы Хутор». Ну а в ближайшие полгода Сочи примет ряд коммерческих мероприятий. Это первый международный фестиваль «Барабаны мира», матч всех звезд единой лиги ВТБ по баскетболу, юбилейный фестиваль Юрия Башмета, Формулу-1. Также в Сочи с программой «Тотем» приедет цирк «Дюсалей». Список мероприятий можно найти на сайте городской мэрии. Сегодня в Сочи вручали уже традиционную на курорте премию имени Петра Игнатьевича Бажанова за поддержку культурных инициатив. Петр Бажанов – легендарный сочинский градоначальник, руководил городом в 60-е годы и все это время пристальное внимание уделял развитию культуры. На вручение премии заслуженным сочинцам приехал сын Петра Игнатьевича, ректор дипломатической академии Министерства иностранных дел России Евгений Бажанов. До торжественной церемонии вручения премии сочинцы возложили гирлянду памяти к мемориальной доске. Установлена она на доме, в котором Петр Бажанов жил с 1954 по 1975 год. Здесь, на улице Рос, прошло все детство сына сочинского мэра. Сегодня Евгений Петрович, заслуженный деятель науки России, дипломат, с трепетом и ностальгией смотрит на окна своего отчего дома и вспоминает о всех заслугах отца. Тогда, в 60-е, Сочи переживал настоящий культурный ренессанс. Заботился о председатель исполкома городского совета Сочи Петр Бажанов и об улучшении архитектурного облика города. Благодаря его стараниям на курорте появились и знаковые гостиницы. Жемчужина, Москва, Магнолия. Были построены стадион и цирк. Герб курорта, звание почетных гражданин города Сочи – все это инициативы Петра Бажанова. Но самой главной заслугой отца Евгений Бажанов считает его программу по переселению сочинцев из ветхого жилья. Рад гости тому, что эта работа в городе продолжается и сегодня благодаря главе города Анатолию Пахомову. И большинство сочинцев в начале этого процесса не в домах таких жили, а в хибарах. Начиная отсюда до реки Сочи были хибары и каждую весну их затапливало. Вода до потолка, там чемоданы плавают, кушетки, а люди на улице ночуют. И так это каждый год повторялось. Это ужасные были действительно условия. И когда люди переселили в дома, которые, может быть, сейчас не смотрятся как великолепные и лучшие в мире, но, по крайней мере, люди были счастливы. В 71-м году Петр Бажанов ушел с поста мэра Сочи, а в 75-м – из жизни. Ему было 63 года. Номинанты же премии имени легендарного сочинского градоначальника за поддержку культурных инициатив – это сочинцы, подхватившие эстафету Бажанова, способствующие развитию и процветанию родного города. Среди них писатели, общественные деятели, журналисты и чиновники. И тогда, в момент вручения, и сейчас я трепещу от этого, что мне удалось внести какую-то свою маленькую лепту, но свою в это замечательную, в эту палитру, в это разноцветие культурных инициатив нашего города, которые от тех времен и сейчас продолжают развиваться. Сегодня же номинантом премии Петра Бажанова стали начальник управления культуры города Лидия Кузьмина, заслуженная артистка России, телеведущая Алла Журавлева, специальной же премии председателя экспертного совета премии Евгения Бажанова удостоилась Людмила Ищенко, программный редактор телекомпании «ФКТ», автор программы «Однажды в городе С». Одну из программ в рамках полюбившегося всем горожанам телевизионного цикла Людмила Анатольевна посвятила и бывшему сочинскому мэру Петру Бажанову. Буквально вчера ко мне подошла женщина с вопросом, а когда будет повтор? Я хочу, чтобы эту программу увидели мои дети. Вы знаете, вот ради таких слов и стоит работать. А получением этой премии я очень горжусь. Сегодня интерес к истории города как никогда велик. Я это совершенно точно знаю по своей программе «Однажды в городе С». Ведь у нас существует обратная связь со зрителями. Мне очень часто звонят, приходят, приносят фотографии. Вот уникальность этой программы в том, что она уникальна тем, что у нее много соавторов. Главный герой – горой, а соавторы тоже весь город. Я этим тоже очень горжусь. Ответный, в прямом смысле памятный подарок, получили и учредители премии. Самому Бажанову Людмила Ищенко передала музыкальный фильм о Сочи его молодости. А директору Сочинского филармонического объединения – ценнейшее видео 30-х годов, а именно кадры открытия Зимнего театра. Ну а саму программу о Петре Бажанове из цикла «Однажды в городе С» можно посмотреть в четверг в 6.30 и в пятницу в 18 часов. В чем секрет спортивной журналистики и какими качествами должен обладать человек к этой профессии? На эту тему пытались найти ответ руководители спортивных организаций и студенты, обучающиеся по программе «Мастер спортивного администрирования». В роли лектора выступил журналист, почетный гражданин города Сочи Виталий Игнатенко. В преддверии Кубка Конфедерации и Чемпионата мира по футболу семинары по спортивной журналистике рекомендованы для посещения всем, без исключения представителям СМИ. В сферу внимания спортивной прессы попадает не только спорт и физическая культура, но и все события общественной жизни, связанные с ними. А потому освещать такие мероприятия должны профессионалы своего дела, разбирающиеся во всех видах спорта. В Сочи об особенностях спортивной журналистики студентам рассказал Виталий Игнатенко. О спорте надо писать так же, как о всех других темах экономика, культуры, образования, но только лучше. Спорт, он такой всеобщий, он включает в себя абсолютно все аспекты нашей человеческой жизни. Это и соревновательный эффект, это и престиж, это и здоровье. Сергей Евтушенко из Новосибирска. В Сочи на семинар по спортивной журналистике мужчина приехал с одной целью – повысить свой профессиональный уровень, а после применить полученный опыт в образовательной программе своего спортивного вуза. Есть много вещей, которые к нам в регионы не доходят, скажем. Вот сейчас здесь, побывав уже два дня фактически, уже восемь, так сказать, часов лекций прошло, я открыл некоторые вещи для себя, которые, можно сказать, впервые просто слышу. По словам организаторов, лекции по спортивной журналистике будут проходить регулярно. В завершении лекционного курса все студенты получат соответствующие сертификаты, а приобретенные знания мастерам слова и пера наверняка пригодятся на практике. Галина Моисеева, телекомпания «ФКД». На веки в памяти. Концерт под таким названием сегодня прошел в Доме культуры Центрального района. Посвятили его предстоящему дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Со дня снятия блокады Ленинграда прошло 73 года. Она была снята 27 января 1944 года. Город находился в осаде 900 дней. За годы блокады погибло, по разным данным, от 400 тысяч до полутора миллионов человек. Сегодня в Сочи проживают 82 блокадника Ленинграда. Из них половина в Центральном районе. В районном Доме культуры ветеранам сегодня вручили благодарственные письма за вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения. Ну а молодежи и представители поколения постарше подарили зрителям творческие подарки – песни и танцы. Ну и собственно такие же дети были от 5 лет и старше. Но детям это испытать, войну, голод – это было ужасно, очень страшно. Хотелось бы, чтобы дети наши, наши внуки-правнуки знали, что война – это страшная вещь, которую не надо, надо же в мире жить. Подобные концерты пройдут во всех районах города. Ну а торжественный прием главы Сочи Анатолия Пахомова состоится 27 января в Музее истории курорта. Тех же ветеранов, кто не сможет присутствовать на мероприятиях, посетят и поздравят на дому. 25 января 1755 года императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении Московского университета. С тех пор в именины святой Татьяны свой праздник отмечает все российское студенчество. Этот день имеет много традиций, в том числе и в Сочи. Одна из них – встреча молодых активистов с главой города. Студенты Сочинского государственного университета, Института моды и права, а также других СУЗов и ВУЗов города активно проявляют себя в жизни города. Участвуют в различных мероприятиях, конкурсах и акциях. Так, например, представители молодежного и городского студенческого советов ежегодно становятся инициаторами флеш-мобов против табакокурения. В этом году креативно будет подана обществу еще одна немаловажная экологическая проблема. В это воскресенье на площади администрации города будут выставлены сотни пар обуви с приклеенной к подошве жевательной резинкой. На встрече с главой города молодые активисты представили еще несколько интересных идей. Это и турнир по футболу между надсообщинами, вывешивание скворечников и другие акции. А летом вновь перед сочинцами на открытой сцене выступят творческие коллективы города. Этот проект реализует молодежный совет. В этом году мы планируем продолжать проект «Свободная сцена». Также у нас реализуется проект на профориентацию школьников, называется «За собой». Насколько я помню, он поддержан даже правительством, заместителем представителя правительства Ольга Юрьевна Голодец. Ну и в целом у нас вообще много мероприятий. Следите за нами в соцсетях, молодежный совет при главе города Сочи. Анатолий Пахомов с удовольствием поддерживает все идеи активистов и готов предоставить при необходимости финансовую помощь. Кстати, по поручению главы города рассматривается вопрос о введении стипендии мэра. Порядка 20 тысяч рублей ежемесячно будут получать пять самых умных и креативных студентов, обучающихся в СУЗе или ВУЗе любой формы собственности. Чтобы они распределились правильно, законно, честно, демократично, и в этом может участвовать каждый. И критерии вы должны разработать, кто-то человек сам должен подавать, описать о себе, кто-то должен подтвердить. То есть, чтобы это было, это сделать нужно обязательно. Помимо стипендий, администрация города рассмотрит и возможность предоставления скидок студентам при посещении всех объектов культуры – театров, музеев и концертных залов. Эти вопросы будут рассмотрены на ближайших сессиях городского собрания. Татьяна Говоркова, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. Сочинские студенты приняли участие в проведении всероссийской акции «Студенческий десант». Акция ежегодная и приурочена она ко Дню российского студенчества. В рамках акции «Студенческий десант» студенты сочинского филиала РУДН получили возможность пройти кратковременную стажировку в службе участковых уполномоченных полиции и лично познакомиться с их работой. Учащиеся вуза посетили один из опорных пунктов сотрудников полиции, узнали об основных задачах, которые стоят перед участковыми. После чего десантники окунулись в будни старшего участкового отдела полиции Адлерского района Сочи «Льва Запригалова» и прошли с ним по административному участку. С полицейским ребята также посетили квартиры подучетных граждан с целью проведения профилактической работы. День студента отметили и в Кубанском юридическом колледже. Сегодня в нем обучается около 400 сочинцев. Здесь молодежь не только получает востребованную специальность, но и активно участвует в организации своих праздников. Это и посвящение в первокурсники, и День студента, и День победы. А День учителя и вовсе становится Днем самоуправления. Большое внимание уделяют воспитательной работе. Важное место занимает должность преподавателя-куратора. Особенно он необходим первокурсникам. Есть в учебном заведении и клуб спортивных единоборств. К слову, в Кубанском юридическом колледже работают профессионалы своего дела. Целый ряд преподавателей колледжа имеют ученую степень, высшую категорию и почетные награды. Как итог, колледж выпускает высококвалифицированных специалистов. И на сегодня это все новости. Завершаем выпуск информации от наших партнеров. Сеть салонов тканей для дома предлагает широкий ассортимент тканей, текстиль, постельное белье и пошивштор на заказ. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Габейшая. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Продолжение следует...